Что не дождь, то потоп. В таком режиме проходят будни жителей дома номер 12 на бульваре Шевченко. Говорят, всему виной кровля, которая не видела капремонта вот уже более полувека. Местные жители в отчаянии сетуют уже не раз обращались с жалобами во всевозможные инстанции. Но пока результата не видно. С подробностями София Пшиперовская. Супруги Алла и Александр переехали в дом номер 12 на бульваре Шевченко два года назад. Вспоминают, уже тогда на стене подъезда были заметны потеки. Сейчас они увеличились в разы. Жители объясняют, всему виной дырявая крыша, которую не ремонтировали с момента постройки дома. Самое страшное, говорят супруги, начинается во время дождя. Вот начинается дождь и у нас течет с потолка, течет по этой стене, течет по этой стене, течет вот так. По окну, сверху по окну сюда и вся стена сюда. Вот так у нас здесь такая стена, плача в квартире. А вот этим летом во время дождя сын был дома, в соседней комнате услышал отрезку, выскочил. А здесь все сверкает, искры летят. И в общем выбило пробки. Как это ни случился пожар, я не знаю. Александр слова супруги подтверждает. Говорит, все два года обращались в различные инстанции с официальными письмами. Однако результата так и не добились. Два года мы обращались в основание. Короче, я могу перечислить все организации. Я разговаривал с их начальником. Начальник сказал мне следующее, что нет шифера. Я объяснил, что на чердаке масса шифера лежит. Не нового, но он есть. И положить его можно. На что мне сказали. Нет люльки, люлька не может подъехать. И второе, то что нет защитных, на крыше нет защитных перекрытий, которые помогли бы работать строителям. Ну вот и все. Два года бьемся головой об стенку. В самом основании говорят, проблему этого дома собираются решить в ближайшее время. Уже созвали комиссию и планируют приступать к ремонтам. Был дан запрос на приобретение материалов за счет средств КП основания для того, чтобы отремонтировать эту кровлю. И, собственно говоря, до конца третьего квартала этого года мы планируем этот вопрос закрыть. Коммунальщики признают, такой дом далеко не единственный в городе. Одним из вариантов решения проблемы называют ремонты по взаимозачету. Уверяют, реконструкции стараются проводить по мере возможностей и поступления финансов.